всем привет новый день новая работа съездил в колхоз выписал силос кукурузный завтра поеду забирать сегодня нас ждет загрузка навоза вот так выглядят рулоны которые плохо прессуются их сдавливает скирде то есть маленькая масса сепресс валит плотность большую делайте ее максимально плотной чем плотнее рулон тем лучше сохранность сена мои красавцы все греются на солнышке не так посмотришь кажется капец какое стадо да это всего добился я примерно за пять лет если успею еще две коровы купить до конца апреля так будет еще больше но плюс три теленка еще здесь не стоит начинал я с одной коровы за первый год звоним пополам с долгами совсем купил я туре вот ну и пошло поехало но честно говоря заводить коров без какого-либо опыта это тот еще геморрой я даже не знал как покрывать коров там чем кормить как кормить у меня здесь на вышке было сено и так я корову держал с сеном потом ездил и косил здесь мне сейчас дать стимой 3 одни коровы они бы у меня вот здесь вот выбор паслись бы везде да и было бы им достаточно я бы вообще не парился три коровы для меня сейчас это как ну как ничего просто там я мог бы ходить еще и на работу кайфовать короче три коровы это очень мало на одного человека вот примерно такое стадо даже в два-три раза больше способен обслужить один человек чтобы понимали то есть техника и можно обслужить одному человеку чтобы доилась две-три коровы сразу бы косименно нитель то есть племенной трактор ну техника вся необходимо и все один человек я не знаю я смог бы надо полтоса сам конечно я был бы загружен ну а кто не загружен мне кажется полтос держать на 1 это было бы космос там вообще по деньгам то есть купался бы в бабле покупал бы технику в европе же люди держат семьей по 100 коров понимаете все это возможно семейные фермы такие европейского типа как бы так принимать отел этом что там принял отел если надо вызвал себе ветеринара не надо держать его на постоянной основе по необходимости вызываешь и все проверяешь корма корма тоже блин сел на трактор что ты летом будешь делать пока коровы пасутся лежать спать нет поехал заготавливать корма каш все это до сотни можно держать одной семьей спокойно нанять еще одного человека то есть наши колхозы там не такой большой штат то есть чтобы быть не при не рентабельными у нас сших колхозов просто все забирают и в нужное время им ничего не дают вот и сейчас я хочу поехать купить корову мне но разговаривал с директором она ведь сейчас типа подводят под то чтобы если ты продаешь он как директор продает скот населению это равно скрытию падежа то есть свели две такие функции у нас стране что если ты продал населению ты скрыл падешь скота а я удивлялся почему в прошлом году мне звонит милиция и узнает а сколько у тебя коров я удивлялся почему вообще мне милиция звонит и спрашивает сколько у коров вот потому что всех которых коров ты покупаешь колхозе они все и регистрируются в располкоме потом ведь лечебницы ты их регистрируешь что все это можно отследить тем более я покупал не одну корову в этом колхозе то есть я купил в нем пять коров 44 коровы я купил в этом колхозе одну купил другом так что не знаю как это работает но как то это работает может позвонить и правда в другой колхоз вот узнать ну съезжу может спрошу вообще запись вот пошел сегодня там приему граждан кабинет чтобы меня записали к председателю райисполкома потому что у нас централизированная власть то есть если дадут добро в исполкоме колхоз может продать если он даст отмашку он не быстро как землей у меня и пошел в располком он звонок директору там колхоза хлоп тебе земля надо ну как бы нет ну так что ты мозги типа пудаешь и все и решился вопрос там моментом так что колхозах этих коров они везут всегда на мясо то есть им эти деньги там во время подвести солярку во время подвести корма то есть колхозу тоже надо продавать я это очень даже сильно понимаю навоз куда-то возят колхозы по 20 тонн что в сельском хозяйстве всегда надо чтоб но лежали какие-то денежки на поехать корма вкупить поехать опилок купить поехать того купить этого купить медикамент идито поехать за наличку купить потому что в колхозах вообще ну нету ничего никто не хочет им давать в долг потому что они потом не расплачиваются. Они расплачиваются почему? Потому что Располком забирают и контролируют все их нежные потоки. Они, может быть, и хотели бы, конечно, со всеми рассчитываться, но деньги за молоко получают Располком и потом какими-то путями их выделяют. Короче, это такое яма. Это яма. Ждём, ждём, ждём первых наших отёлов, конечно. Но очень хочу купить коров, даже две. Чтобы я ездил в поле и у меня это всё было рентабельно. Мне всё-таки дороги 60 километров туда-обратно, поэтому если съездить даже там надо, чтобы я вёз 100 литров молока, 200 литров молока, 300. Мне кажется, если вот две куплю, у меня будет почти 13 коров. Ну, не знаю, сколько расстелится, поэтому пусть будет 10. 10 на 20-ку, вот так возьмём, такой средний надой, потому что первотёлки много обычно не дают. 10 на 20-е 200 литров в день. Ну, ты против думаете. А если добавить ещё там пяток, это уже 300 литров в день. Конечно, за 300 литров в день лучше съездить туда, чем за 200. Потому что это 30 процентов. А 30 процентов это много от заработка. Потому что это, если 200 литров сдать на завод, это 200 рублей, 300 это 300. А работает и сделал почти столько же. Как-то так. Поэтому я буду поднимать поголовье, потом доподнимать до того, чтобы нанять доярку себе и буду кайфовать уже от жизни. Заготавливать корма, буду и сам доить, но хотя бы, чтобы были выходные какие-то. Я, конечно, не скажу, что я зимой переутруждаюсь, но надо же и семье время уделять, не только работе. Уже пора бы и съездить куда-то за 5 лет, а то я как сидел дома условно 5 лет. Так, с утра поехал, вечером приехал, всё. Только так. Между дойками. Если кто-то будет хотя бы доить, летом выдгонали, подоили, загнали в электропастух, понимаете, какое-то удовольствие. То есть, надо делиться деньгами с людьми, чтобы у тебя было какое-то свободное время. Так делают все предприниматели, кто хочет развиваться. То есть, нет такого, что блин, да якуда нанимать дорого. Это недорого, просто купи ещё 5 коров, чтобы это было нормально. Вот и всё. Вот как только я смогу это всё купить. В принципе, на, если купить 2 коровы и вот эти все коровы мои потелить, на 13 голов я готов поднанять доярку там. Пусть не платить ей, как за 20, а заплатить за 13 коров. Вот и всё. Если у нас средние зарплаты там в день 30 рублей, у людей 20 где-то, да, заплатить им 50 рублей два раза в неделю и дать себе отдых или, либо же переключиться просто на другую работу, то это выгодно. Выгодно, потому что самое важное у нас это время. Время, которого постоянно не хватает. Где-то хочется и полежать, где-то хочется сходить покупаться сам сам сусам, как говорится. Ладно, всем пока. Там расскажу, что у нас получится с записью к председателю, с покупкой коровы. Завтра на шот подсниму силос. Так что всем пока. Кстати, цена силоса 210 рублей тонна. 210. То есть на 20 рублей поднялась по сравнению с прошлым годом.